Сегодня мы с мамой идём покупать одежду. Я хочу себе новый платок. Сальма, а что если ты не будешь больше одевать платок? Как это так? Ну подумай, Сальма, может быть ты будешь красивее без хиджаба? Но я люблю носить его. Сальма, ты ещё такая маленькая. Тебе рано носить хиджаб. Может, когда повзрослеешь. Где ты, Сальма? Быстрее, доченька. Мы же не хотим опоздать. Надо бы спросить, что мама думает по поводу того, чтобы я больше не одевала платок. Но как это сделать? Что с тобой, Сальма? Я вижу тебя что-то беспокоит. Да, мам, ты права. Я хотела спросить тебя про хиджаб. Расскажи о нем. Хиджаб, доченька, это красота и защита мусульманки. Посланник Аллаха, саллиллаху али-и-васалям, повелел нам одевать его. И те, кто носит хиджаб, становятся послушными Всевышнему Аллаху и его посланнику, саллиллаху али-и-васалям, и получают много благ. А те девочки, которые не одевают хиджаб и открывают части тела, например, волосы, локти, шею или ноги, приближаются к шайтану и становятся непослушными Всевышнему Аллаху. Поэтому, Сальма, мусульманка должна носить хиджаб и выбирать такую одежду, которая соответствует всем условиям. Ведь тебе известны требования к одежде в исламе? А какие это требования, мам? Нужно, чтобы одежда покрывала все тело и не была короткой, к примеру, не закрывающей ноги. Выбирать нужно плотное, не просвечивающее платье, потому что тонкая одежда только открывает тебя, а не прячет. Еще нужно стараться, чтобы одежда была свободной, потому что облегающая одежда подчеркивает все изгибы человеческого тела. И помни, Сальма, мусульманке одеваться как мальчик, а также использовать духи благовония, выходя на улицу или к посторонним людям, строго запрещено.